здравствуйте ребята сегодня наша тема нашего урока витраж витраж это куски цветных стекол которые крепятся венталлических переплетах и получается яркий рисунок с черным контуром цветные окна были украшением средневековых соборов в городах западной европы но в настоящее время витраж украшают окна двери перегородки в интерьере и так мы будем сделать эскиз витража представим что это окно или какой-то степлянный проем мы сначала смотрите мы сможем с вами придумать в какой форме будет витраж например может быть круглый квадратный либо окно у нас полуовальные либо прямоугольные вы сможете сами выбрать форму далее вы должны подумать что в этих формах может быть изображено например это может быть например если квадратный это может быть какой-нибудь город эти дома разные окошечки главное нужно не забывать что это кусочки стекол поэтому формы должны быть достаточно простые вот разбиты на более мелкие это может быть город может быть что еще может быть может быть рыбка какая-нибудь такой это я делаю сейчас эскиз с которых можно будет выбрать вот я разбиваю на мелкие кусочки что еще может быть ну например какая-нибудь бабочка тоже достаточно просто и интересно крылья и тоже разбиваем на мелкие кусочки помним что контуры должны быть все замкнуты такие потом все это решается в красках вот они могут быть совершенно разные я подумал и решила что я хочу нарисовать красивого кота чтобы было поинтереснее круглая голова формы упрощаем чтобы не было слишком сложно представьте вот кусочек стекла есть кусочек стекла тут сделаем сначала обозначил тело вот такое а вальчик и вот такие лапки конечно это все стилизованные не настоящий ненатурально такие какие кошечки бывают у нас на самом деле нам нужно придумать теперь я разобью эту форму на несколько кусочков грудку носик треугольный если рисуем щечки тоже мы должны закрыть кругляшок глазки смотрите у них такие зрачки палочки давайте нарисуем красивый хвост тоже разобьем на мелкие кусочки что мы сможем сделать вот здесь в ушках маленьких кусочки и теперь мы должны сделать фон тоже разбить потому что представим что это окно или какой-нибудь пройдем и мы должны это все на кусочки разбить не усложняем себе работу все должно быть элементарно просто смотрите такой простой достаточно рисунок переходя к цвету мы тоже не будем забывать что это кусочек и стекла поэтому цвета должны быть светлые яркие чистые представить что через них проходит солнышко и должно быть красивые красиво светиться мы не будем брать коричневые цвета мы возьмем только яркие например для кошечки я возьму желтую оранжевую может быть даже красную теплые цвета вот давайте кошечка будет теплого цвета фон будет холодного цвета и так возьму оранжевый обязательно разомну в палитре воды добавляем маленьком чтобы получилось как густая сметанка не забываем если кто-то работает акварелью то там конечно водички льем побольше чтобы она жиденькая было но мне кажется эту работу лучше делать гуашью потому что посмотрите как она мягко и хорошо ляжет давайте отдельными элементами вот такой кружочек тело в основном у нас будет тут оранжевым мы даже очень не смешиваем практически цвета не будем смешивать будем нужно сказать братья баночки мушки закрашиваем саму крыску тоже на стену раньше грудку оставляем пока но стараемся все прокрашивать не оставляйте белых пятнышек никаких чтобы у нас это было красиво если краска закончилась ни в коем случае не просто воды добавляем а добавляем еще краски даже если это смешанная краска стараемся еще раз намешать такую же краску они так что мы жидко жидко и потом краской закрашиваем очень часто ребятки так делают на уроках намешали один цвет закрасили красиво половина работы потом краска заканчивается они берут просто доливают воды и уже жидкой жидкой размазывают по всему листику так мы делать не будем дальше споласкиваем навели желтый давайте желтым сделаем ушки глазки щечки грудку никаких мелких элементов не вырисовываем этим достаточно просто сделать эскиз витража давайте хвостик будем и лапки будем через раз делать желтый пропускаем опять желтый пропускаем в другую лапку можно наоборот чередовать давайте придумывать как можно интереснее переходим к хвостику в теплым цветам относится красный оранжевый желтый охра коричневый зеленый на зеленый бывает теплый и холодный если ближе к зумрудам он холодный а если к травяному тон теплый даже розовый он уже холодный бывает смотря какой оттенок красный наводим все это мы заканчиваем сейчас кошечку носик конечно у настоящей кошки у нас был бы не красный нос а розовый так как у нас все это декоративно мы позволим себе пофантазировать и сделать хвостик завершаем красивый полосатый теперь хорошо хорошо споласкиваем наши потому что мы сейчас будем переходить фон будет холодным если мы наведем будем теплый с холодным смешивать иногда может получиться грязь холодные цвета у нас очень часто бывают темными поэтому мы будем холодным цветам подмешивать белый и в луночку кладем тот цвет который светлее по тону это у нас будет белый давайте найдем сразу побольше потому что у нас фона достаточно много слишком мы там оттенки не будем менять это будет у нас синий фиолетовый возможно такие вот все цвета поэтому давайте вот я к белому добавляю синий добавляю по насыщенную нас столько сколько мне нужно будет и давайте начнем вот с этого не треугольник туда какую-то форму такая страна аккуратно закрашиваю еще почему я начала горшин потому что она быстро высохнет и позволит мне сделать контур вот если шкребет кисть сухо идет то конечно же можно добавить немножко водички все равно вода необходима для гуаши бывает что она подсыхает во время работы поэтому конечно же следим за качеством нашей красочки сейчас стараемся чтоб один синий не соприкасался другим синим от расстояния между вот этот попросим другим цветом потом закрываем смотрите я когда веду кисть я в одном направлении я не шутку вот так вот как попало я стараюсь в одном направлении все сделать краска заканчивается и сейчас выберу какой-нибудь один треугольничек небольшой и закрашу потому что когда я наведу новую краску даже такой она может отличаться а так как у нас такой интересный рисунок я буду кардинально другую краску наводить но в этой же луночке так потому что я решила что она у меня будет все в холодном добавляю сюда белого и добавлю сюда фиолетового такой фиолетовый синим смешивается так как это оба цвета холодных там даже придаст какую-то красоту опять начинают кошечки сначала конечно мне хочется закрыть то что ближе к кошечке что вы мне потом легче было обходить так вот такой фиолетовый давайте вот эти лапочки сейчас сделаем так где ушко стараемся аккуратно не торопитесь лучше сделать очень красивую работу кисть я взяла белочку она мягкой хорошо ложится также для гуаши можно взять и синтетику тоже помягче убираю синтетика мне нравится работать и масляными красками можно и гуашь если у вас акварель конечно лучше белку брать раньше еще очень популярны были такие кисти как колонок тоже хорошо держит воду сейчас они почему-то достаточно редко встречаются может быть только в наших магазинах вполне возможно где-то они еще распространены смотрите уже близких чтобы не соприкасалась не осталось то видите фиолетовый есть поэтому я сейчас еще какой-то цвет добавлю белого можно просто например добавить белого и чуть-чуть посветлее сделать так что я могу добавить я могу добавить чуть-чуть голубого синего и смотрите вот такой холодный еще раз сейчас попробуем что получится еще сама не знаю что у нас получится вот все-все замешиваем чуть-чуть побольше розового добавляем давайте попробуем почти совпадает видите нужно всегда пробовать давайте добавим еще белого пусть он будет посветлее потому что мы смешали синий розовый вот фиолетового не было в наборах краски ты у меня дополнительную такая из серии мастер-класс но если кого есть желание можно смешать краски мне нравится мастер-класс самый хороший такие луч хорошие краски гамма хорошие краски но тоже смотрите не очень мне нравится когда декоративные сейчас очень часто добавляется золото серебро такими можно декоративные какие-то работы делать это может быть плакаты какие-нибудь или еще что-то в живописных работах мне не очень нравится когда такие присутствуют флюоресцентные не люблю цвета сейчас но они конечно иногда необходимы например если вы рисуете какой-нибудь декоративную работу и они вам понадобятся вот но больше предпочтение отдаю классическим цветам чтобы там были зеленый теплый холодный охра очень часто сейчас у ребят не бывает охра когда приобретать эти краски желательно обратить внимание потому что это такой цвет который при смешении в практике сложно добиться особенно ребятам конечно можно что-то приблизить но с другой стороны когда мы рисуем каким-то фон охры красиво рисовать драпировку какую-нибудь иногда рисуем лицо и добавляем например в белый добавляем охру немножко оранжевый такой цвет получается для лица красиво смотрите я теперь больше розового добавила давайте попробуем видите они практически у нас одинаковые давайте побольше чтобы у нас некоторые работы конечно желательно сделать на нюансах и цветовая растяжка когда помаленьку помаленьку это отличается это очень даже хорошо иногда но в данный момент нам этого не нужно разные цвета у нас получилось красивая работа на этой работе мы будем делать черный контур но большая просьба на других работах черный контур лучше не делать контур вообще прибегать крайне редко когда нужно что-то обозначить и конечно лучше подсвет но так как наша задача нарисовать эскиз витража а витраж как мы уже знаем это соединенные между собой стеклышки специальных металлических полосках то у нас будет черный контур для черного контура мы можем взять тонкую кисточку черную краску и все аккуратно обвести а можем взять с вами черный маркер сейчас вот смотрите если у кого-то маркера нету берем черную краску разводим и вот так вот аккуратненько вот так все будем будете обводить это немножко сложнее посидеть нужно быть подольше у кого есть смотрите вот такой черный маркер сейчас мы им попробуем нет смотрите покраски как он не очень хорошо идет мы сделаем глазки только можно все черным маркером обводить эти глазки мелкие элементы а сам контур большой мы сделаем все таки кисточкой носик маркером маркером можно даже точечки поставить вот такая мордочка давайте ушки еще потому что мелкие детали конечно кисточкой вам будет достаточно сложно ну в принципе можно так теперь возвращаемся к черной краске к тонкой кисточке и будем сейчас работать вот смотрите треугольное ушко раз два с одной стороны с другой я начала с центром чтобы у нас не размазывалось ничего тем более формы рисовали позже и он еще немножко сырой лица грудку нарисовали самое главное следите чтобы не было много воды потечет все испортит но и сухой кистью не не возить и в гуаше самый главный баланс найти так я думаю что за несколько работ у вас все это баланс получится аккуратно не спеша эти это каждый кусочек только поэтому я обвела каждый каждый кусочек потому что представляю что будет отдельно забываем теперь хвостик чудесно сейчас есть такие витражные краски для детей специальные они есть двух видов есть такие краски которые вы рисуете на мультифории на специальном подкладном листе я который входят в набор этих красок рисуете любой рисунок главное не тонко чтобы он такой жирненький был сначала там наоборот делается черный контур ждете пока он высохнет по моему часа два или три после этого вы заполняете красками тоже достаточно густо и ждете сутки через сутки вы сможете снять эту работу и прикрепить на окно либо на зеркало либо на какую трамочку да раньше очень увлекалась поделками из таких витражных красок возможно как-нибудь покажу после этого нам достаточно долго может висеть пока не надоест как только надоедает можно снять и убрать нарисовать что-то новое кстати можно в ванну также прицепить и как бы конечно согласие родителей но в основном родители не возражают так как это достаточно такая простая вещь легко отмывается вот а есть краски фирма гамма они достаточно прочные если мы ими нарисуем что-то то они уже никуда не уберутся и отмыть их будет невозможно они очень прочные и ими можно уже украшать посуду какую-нибудь бокал я вот делала подсвечники их можно уже помыть протереть и эта красочка никуда не денется тоже интересно каждая краска она несет конечно свою функцию в наше время красок очень-очень всяких разных много можно и для посуды и для ткани и для стекла поэтому можно выбрать любой на вкус смотрите вот смотрите тонковато осталось масло . желтая красочка давайте подведем чтобы у нас уже все было красиво вот такой чудесный код у нас получился устраняем мелкие недочеты так все прекрасно всем большое спасибо до свидания